Спасибо, что вы пришли. Можно я вам поцелую руку? Обычно вам заламывают руки, а я поцелую. Присаживайтесь. Татьяна, скажите, пожалуйста, что вы спросили у президента? Потому что ответ мы слышали его на пресс-конференции, а вопрос мы так и не услышали. Так, это правда. Питание на справедливый день не пролунало. Воно было достаточно долгое. Воно стосовалось того, что в свой час Янукович начинал карьеру в команде Лазаренко. Тобто, он был призначен заступником Горбернартова Донецкой области Сергея Полякова, а на тот час человек на 100% Лазаренко. И его спросили, если он пресс-конференции в команде Лазаренко, то не должен ли он нести ответственность за экономичную, политичную и в том числе криминальную ситуацию в Донецкой области? И то, что и убийство щербанья, так бы говорите, в своем контексте. А, то есть вы на что-то намекали? Пытались загнать президента в уроке? Да, это, в принципе, даже и прозвучало. То есть, не должен ли он нести ответственность за убийство щербанья? А почему вы так упорно прорываетесь к президенту? Не, ну чому упорно. Это первый раз, когда я его видел ближе, чем на 10 метров за последние 15 месяцев. Вы знаете, я, в принципе, журналист, который занимается журналистскими расследованиями. И в моих расследованиях Виктор Янукович – это основный герой, или антигерой. И хотелось бы отримать комментарии, особенно того, что я пишу, у дейовой особи основной. И это впервые за 15 месяцев, что я смогла бы как-то хоть трошки наблизиться, чтобы отримать комментарии. И то с самого начала я не смогла это сделать, потому что меня взяла в оточение президентская охрана. И поэтому я же понимала, что это первая и остальная моя пресс-конференция с Януковичем. И тут уже нужно брать все свои руки. А в резиденцию президента вы тоже проникли для того, чтобы взять комментарии? Нет, на самом деле это была не журналистская акция. Это была на тот момент политическая акция. Я балотировалась, в частности, в Верховную Раду. То есть, я была в определенном статусе политика. И в принципе, это была демонстрация моим выборцам, так само, как и в всей стране, что не такие страшные, как у Януковича, как его молюют. Если проникла одна людина, по Януковичу, так бы мовити, и 100 тысяч. Вы долго готовили эту акцию? Насправді, она была очень спонтанная. Я той ночи приехала из Львова, дома нашла дошку, по дороге купила автомобильный трос и прямо на Межгирье поехала. У вас есть какая-то специальная подготовка? Горная подготовка? Нет, абсолютно. Вы учились эти заборы перемахивать как-то специально? Ну, вы знаете, одна моя подготовка была, что под час выборчей кампании я втратила 15 килограмм, стала такой, знаете, легенькой, как пушинка и просто взлетала на эти паркани. Татьяна, как там в Межгорье? Вы же видели все своими глазами. Не, ну, что вам сказать. Гламур, суцильный гламур. Причем в Межгирье вот этот паркан, который мы видим, это первая лінія обороны. В середине там еще есть такой, знаете, позолоченный паркан. Я его назвала золотою клеткой Януковича. По суті, людина живет в клетке. Вот она сама для себя сделала клетку, хай золото, но живет в ней. Я, до речи, когда я шла в Межгирье, я не думала, что я там даже погуляю 10 минут. Я думала, что я смогу только показать эту символику, перетнути паркан. Тобто, что он, правда, не является лініей обороны такой серьезной. Я думала, что меня возьмусь сразу за парканом. Причем, я делала это на очах будильников заправки, перетинала эту лінію паркану. Но, будильники... Никто вас не знал, кроме своих товарищей. Но, будильники на меня так подивилися. Ну, думали, ну, если она так работает, значит, так треба. Я соби спокойно, главное, виваженно так тряхнулася. Видимо, там в этом районе много каких-то необычных вещей происходит. То кенгури куда убегут, то девушки через забор, сигарет. Вы знаете, насправді в 30 метрах був головный административный строительство охороны Межгирья. И, певно, никто навіть не мог явиться, что будет такая нахабность напротив охороны претинать парканчик. Татьяна, а вы что-нибудь на память утащили? Нет. Почему? Ну, а навещо, по-перше? Ну, какой-нибудь камешек, гриб. Вы знаете, якщо вам так хочеться щось з Межгирь, я можу специально для вас повторити подвиг и щось принести. Не надо рисковать, пожалуйста. Давайте представим, что Виктор Янукович захотел вас захватить врасплох. И я задам вам вопрос, как будто это вопрос украинского президента. Вы готовы? Так. Татьяна, вы сумасшедшая? У нас в студии была журналистка. Человек, который не дает спокойно спать президента Украины Виктору Януковичу в Межигорье. И сегодня, Татьяна, в день, в Международный день защиты женщин, я хочу вручить вам этот скромный букет. Ой, дякую. И пообещать, что мы будем стараться все время вас защищать. Удачи вам. Спасибо, что вы пришли.